В минувшие выходные жители станицы Черноярковская праздновали день рождения своей малой родины. Станице исполнилось 150 лет. Для черноярковцев это повод вспомнить былое, людей, которые немало сделали для станицы, заглянуть в прекрасное будущее. На праздники побывали Тина Копачевская и Георгий Калинин. Станице Черноярковское 24 октября исполнилось 150 лет. Это большая историческая дата, но станица молода душой и прекрасна своими жителями. В ней трудятся люди разных профессий – учителя, врачи, агрономы, строители, хлеборобы, рыбаки. Словом, все те, кто неравнодушен к судьбе своей малой родины и вносит в её развитие и процветание большой вклад. С чего же всё начиналось? В 1865 году на основе разрозненных хуторов был основан посёлок Черноярковский. Главным источником благосостояния местных жителей являлось рыболовство. И сегодня главное богатство станицы – рыбные промыслы. В 2004 году на территории станицы Черноярковской и близлежащих хуторах было образовано Черноярковское сельское поселение, в котором в настоящий момент проживает более 4,5 тысяч человек. За последние годы станица очень изменилась. Сегодня Черноярковское поселение – одно из самых крупных в Краснодарском крае. Оно вносит немалый вклад в социально-экономическое развитие Славянского района и Кубани. Здесь много крупных предприятий, продукция которых пользуется спросом далеко за пределами станицы. Большое внимание здесь также уделяется культурной и спортивной жизни. Начался праздник в честь юбилея станицы Черноярковской на площади перед Домом культуры. На казачьем подворье куреня пекли пирожки и угощали гостей чаем. Также на радость юных черноярковцев работал лунопарк. А в фойе Дома культуры для ценителей прекрасного развернулась выставка прикладного искусства. Продолжительный проливной дождь в этот день не испортил жителям станицы настроение. С каждой минутой фойе Дома культуры наполнялось жителями, которые спешили на праздник своей любимой станицы. «Станица очень хорошая. Все восстановили, все дороги, тротуары поделали. Глава хорошая, старается. Не обижай пенсионеров». Пожелать самое главное – здоровья. Всем здоровья, всего позитива, счастья и всех благ. Буквально через несколько минут начнется торжественная часть праздничного мероприятия, посвященного 150-летию станицы Черноярковской. Сегодня в зале люди, которые внесли большой вклад в развитие своей малой родины. Именно сегодня я буду чествовать на сцене Дома культуры станицы Черноярковской. «Трудолюбие, доброжелательность, работа во благо своей малой родины – вот главное, что отличает местных жителей», – говорит глава Черноярковского сельского поселения Николай Друзяка. На посту главы он находится уже 10 лет. За это время станица сильно преобразилась. Это всё, говорит Николай Петрович, благодаря совместной работе команды, администрации и жителей поселения, которые регулярно на сходах граждан обсуждают насущные проблемы, ищут пути их решения. «Когда в 2004 году вступил закон о местном соправлении, начали подтягивать участие жителей в тех или других задачах, проектах. Поэтому мы все на сходах граждан намечаем, что нам планировано будет, что у нас свой бюджет сформированный, что надо сделать, какие дороги подремонтировать, какие светить. На данный момент у нас уже 90% улиц освещены». В день празднования юбилея станицы поздравить жителей приехал глава Славянского района Роман Сенеговский. «У станицы Черноярковска есть славная история, которая переплетается с историей Славянского района. Есть свои традиции, есть свои устои, благодаря которым сегодня станица развивается, изменяется, благоустраивается. И, конечно, основная заслуга в этом – это заслуга жителей, тружеников, которые передают свои знания, умения, советы молодому поколению». Как принято, на Кубани гости прибыли с подарками. От администрации Славянского района подарили администрации черноярковского поселения Мотокосу. А председатель районного совета Григорий Литовко от имени депутата законодательного собрания Краснодарского края Виктора Чернявского вручил денежные сертификаты жителям поселения, добившимся значительных успехов в профессиональной деятельности. В этот день в первую очередь чествовали ветеранов-освободителей – Федора Алексеевича Зосима и Николая Егоровича Жиляева. Также на сцену пригласили старейших жителей станицы – юбиляров, почётных граждан, многодетные семьи, передовиков производства и многих других. Словом, всех, благодаря кому цветёт и развивается станица Черноярковская. Среди тех, кто внесла немало вклад в её процветание – Тамара Куропятник. Она живёт в станице Черноярковской практически с её основания. Большую часть времени она проработала в рыбколхозе Шапариевском, занималась обработкой рыбы. Сейчас находится на пенсии, есть дети, внуки и даже правнуки. Говорит, часто вспоминает, какая станица была раньше. Станица очень богатая была. Были овцы, были гуси, были цыплята у нас здесь, курятник, коровы, свиньи были. Овцы были, богатая станица была. Семья – самое главное, что есть в жизни у каждого. В этот день на празднике было много тех, кто недавно связал себя узами брака. Стали молодой семьёй. Одни из них – семья грецких. Они поженились всего три года назад. А недавно в их семье появился ещё один член семьи. Молодая семья признаётся – жить в станице им очень нравится. Страница процветает, очень нравится. Постоянно приезжают какие-то конкурсы, концерты разных стран. Очень весело, хорошо. После окончания официальной части начались массовые гуляния. Организаторы подготовили программу на любой вкус. Это и выставка прикладного искусства, мотокросс, работа куреня, лотереи, игры и конкурсы. И всё это под песни и танцы коллективов со всего района. Черноярковцам есть чем гордиться. Кого славить, помнить и чтить. Жители станицы показали своим примером, как на протяжении всей жизни они приносят благодарную любовь к тому месту, откуда берёт начало их жизни – к своей малой родине. Тина Копачевская, Георгий Галинин, Александр Косицын. Программа «События». Бригадира.